Музыка Я сегодня решил вам рассказать, а вернее особо остановиться и акцентировать внимание На, так сказать, тех процессах, с которых все начинается, все начинается с нашего мировоззрения, с наших черт характера, с наших привычек И все это вообще-то лежит на прочном фундаменте наших побуждений С побуждений, Бог говорит, начинается наше мировоззрение, черты характера, привычки И все это, если мы неправильно все это используем, естественно, приводит нас к жизненному краху Ну, в первую очередь, допустим, начиная там страдать здоровье или еще что-нибудь в таком духе, а потом все остальное Или еще что-нибудь И вот на человеке, начиная, понимаете, нашими привычками, нашими желаниями, нашими устремлениями, нашим мировоззрением Мы, как бы сказать, привлекаем к себе разного рода силы Это может как бы странно звучит, но тем не менее И привлеченные силы, они, подсаживаясь на ту или иную привычку, побуждают человека так действовать Так, самого себя оправдывать, чтобы работать на эту силу Ну, допустим, грубо говоря, самое, так сказать, простое Это то, что человек не сдерживает себя в питании Он там переедает, 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 переедает И в итоге он зарабатывает разного рода болезни Ну, вот, я приведу как раз два примера от наших голодающих Сергея и Андрея Вот смотрите, вот смотрите Что пишет Сергей? Долго лежал с закрытыми глазами Это он уже находится на выходе из голодания Значит, в 5.20 проснулся от кошмара Снилось, что, находясь возле родительского дома Пятиэтажка в микрорайоне На меня напала черная кобра Но не укусила Сперва я стал убегать, но потом упал И применял защиту Согнул кисть руки на манер, как делают укротители змей И она подползла ко мне Раскрыла капюшон и замерла И я проснулся Долго их не было, этих змей Значит, были у него змеи? Были до этого? С момента начала голодания не посещали Не посещали Попробую заснуть опять Теперь мы с вами обратимся к Андрею Вот что он пишет Уже идет 25-й день выхода из голода Скажите, завтра уже можно начинать 10-ти дневное голодание? Так у меня вопрос А зачем? 19 дней он голодал Как-то там выходит непонятно По ему, так сказать, по собственному сценарию Вот, и далее пишет Скажите, завтра уже можно начинать 10-ти дневное голодание? А то у меня жор сильнейший, хочу сбить его голодом С уважением Позвольте, позвольте Вы не справились вот с этим выходом Хотите предпринять новое голодание После которого, если вы не справитесь здесь с этим жором Он у вас еще будет более сильнейший То есть человек разлаживает Он разлаживает не просто свой организм Он разлаживает свою психику Он разлаживает свое сознание Он не знает, как с этим бороться И в результате, знаете Можно так сказать И роет яму еще глубже Еще глубже И вот для того, чтобы правильно ответить на вот этот вопрос То, что побуждает человека И, кстати, там Сергей тоже пишет мне Что, говорит, посещает мысли Вот нажраться, понимаете Нажраться Вот хочу нажраться И все И все это связано со змеем Как это связано со змеем? И вот тут должна быть ширина Я уже вам рассказывал Тут должна быть ширина восприятия И глубина восприятия разного рода информации Которая в итоге, в итоге может объяснить Вот этот феномен, что совершается У этих двух людей Почему они переедают? Вот почему им хочется вот просто-напросто Есть, 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 есть Кто движет этим? Одному же приснила змея Думаете, это как бы сказать случайно? А давайте посмотрим Вернее, почитаем вот эту информацию Итак, мы с вами начнем Это информация Из жития святых Это о юродивом Андреи То есть это писал не я Это до нас Донесли вот это вот Описание Что он видел То есть Юродивый Андрей Он получил возможность Видеть тонкий мир И вот в частности И вот в частности я сейчас вам И прочитаю Отрывок из жития святых О Святом Юродивом Андреи Придя однажды на рынок Святой Андрей Встретил одного Инока Которого все восхваляли За добродетельную жизнь Правда он подвязался Как подобает инокам Но без меры был склонен к Сребролюбию Многие из жителей города Исповедовали ему свои грехи Давали ему много злата Для раздачи нищим Он же Будучи одержим Ненасытной страстью Сребролюбия А вы сразу подставляете Ненасытной страстью Чревоугодия Никому не давал А все клал в сумку И радовался Видя увеличение денег А здесь человек радуется тому Что он вот насытился Что ему вот хорошо То есть насыщение идет сверх меры Одно дело в меру Как говорится Корм в коня А другое дело сверх меры Просто из-за того Что ему вкусно Ему хорошо Ему хочется вот это получать 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 Но кто это получает Вот это вот удовольствие Кто кормится через человека И давайте Значит проходя Одною с тем Жалким иноком Дорогою Блаженный Андрей Увидел Прозорливыми очами То есть он на тонком уровне Увидел Что сего Серебролюца Обвивает страшный змей Сергей увидел змея Что это за змей был Да это тот змей Который Который Толкал его Толкал Сержу Да поешь Поешь Повкуснее Поешь А то уже у меня мочи нет Вы же видели Какая там Тина Выходит из него То есть он разлагается Разлагается Но еще осталось Как бы сказать То желание То желание В виде Вот этого черного змея С капюшелом Которая Может Опять Опять Отъесться В его организме И все болезни Которые там были Опять вернутся И так Обвивает страшный змей Близко подойдя К иноку Святой стал Рассматривать Этого змея То есть Знаете Когда Имеется тонкая Возможность Восприятия Тонкого видения Человек С удивлением Смотрит А что же это такое Прицепилось Что это за змей Он его рассматривает И ног же Принимая Андрея За одного из нищих Просящих Милостину Сказал ему Бог тебе помилует Брат У меня Ничего тебе подать Отойди От Отойди от меня Значит Отойдя от него На небольшое расстояние Блаженный Заметил Что вокруг Него В воздухе Над змеем Написано Темными письменами Корень Всему Беззаконию Змей Серебролюбие Переводите Корень Всему Беззаконию Змей Чревоблудие Чревоугодие Оглянувшись же Назад Святой Заметил Двух Спорящих Между собой Юноши Один из них Был Черен Имел Темные очи Это был Бес Другой же Божий Ангел Был белый Как свет Небес Черный Говорил И ног Мой Так как Он Исполняет Мою волю Вот оно Вот оно Понимаете Вот это Что мы тут читали Почему они Жрут Почему они Не могут Остановиться Доволью Знаете Прицепившись На привычку Прицепившись На какое-то Угождение Самому себе На чувство Вот этого Вкуса И угождение Чувства Вкуса Вот этот Бессяко И вертит Нашими людьми Как хочет Как хочет Так и вертит И ног Мой Так как Он Исполняет Мою волю Он Не милосерден И Сребролюбив Он не имеет Части С Богом И работает На меня Как Идолослужитель Я думаю Дальше Нету Нужды читать И вот И вот Здесь Здесь А что же Сделать Здесь В данном случае Не хватает У человека Из-за того Что он Раскормил Знаете Вот это вот Чувство Удовлетворения Которое Сначала Было Знаете Величиной Грубо говоря С мышку Он его Раскормил До Величины Слона Который На нем Сидит Паразитирует И он его Заставляет 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 Вот тут уже У всей Вот эти вот Методы Они Не помогают Допустим Голодание Там То есть Пятое Десятое Тут уже Переходим На другой Уровень Работы На уровень Работы С молитвой На уровень Работы Со святыми Которые Прошли Через Это И могут Вам Помочь Таким Образом Ищите Соответствующего Святого Который Вам Преживанию Мыслями И так далее И молитесь Просите Чтоб Он Вам Помог Ну не обязательно Святого Напрямую Попробуйте К высшим силам Обратиться К Божьей Матери Иисусу Христу К апостолам Ну и Или кого-то Вы Посчитайте Другим Которые Вам Помогут То есть В практике В практике В мировой практике Эти случаи Вот так вот Чрезмерно Привязанность К идее Чрезмерно Привязанность К материальным Благам Чрезмерно Привязанность К похоти И прочим Прочим Уже давным Давно Описаны И найдены Методы Которые Позволяются Этим Работам Вот и Ищите их Я вам Дал направление Дал направление Более-менее Более того Направление Уже грубо говоря Вам Остается только Найти И работать Потому что Додуматься До такого Додуматься Это 90% И это я уже Сделал И вам говорю Ваша задача Вот эти 10% Воплотить в себе Вот если Не получается Что-то В оздоровлении Ну помолитесь Высшим силам Святым Скажите Ну что такое Ну почему У меня тут Не получается Вразуми меня Господь Научи И все придет Спасибо за субтитры